Десятый день всемирно известного пробега на Тигре по России. Мы с вами ночевали на берегу Катуни у водопада Чачкыш, а сегодня план 52 километра до водопада Бельтер-Туюк, потом разворот на 180 и тем же путем через Уссёму уходим на Чуйский тракт, заночуем в Ангудая, уже на другом, на левом берегу Катуни. Итого на сегодня 290 километров, из которых почти половина вот такой дорожки. Доброе утро, Алтай! Ну как не влюбиться в эту красоту? Встал, искупался, зарядочка, попил алтайского чая и вперед! Такая дорожка это нормально, можно 80-90 гнать. Но в основном посложнее, вот такие. А когда вы приехали в Куюс, ну уж не знаю как переводится с алтайского, ну наверное, мягко говоря, полный Куюк. Вот так вот примерно. Но горы любят смелых. Зато красоты какие несравненные! Это ручей Бельтер-Туюк. Река по местным понятиям. Но ее длина всего 10 километров. История у всех одна и та же. Катунь бежит внизу по ущелью, слева и справа хребты. И там, где есть вершина от 3000 метров, там лежит ледничок. Он тает, весело бежит вниз и водопадиком вливается в Катунь. Вот точно такой же река Бельтер-Туюк. Длиной 10 километров, можно сказать, ручей. И водопадик тоже называется Бельтер-Туюк. Так что ленивые внизу постоят. А для особо пытливых. Всего лишь 10 километров. Вот так вот вверх по течению прошел. И все. Там уже снег, ледничок. Любуйтесь на здоровье. Альпенштоки не забудьте взять. Возвращаюсь. Возвращаюсь с водопада Чичкыш. Ой, не Чичкыш-Чичкыш. Забыл, как он называется. Короче, с водопада. Классная тут дорога. Засниму немножко. Для продолжения маршрута заночую в Ангудая. И до него всего 25 километров по прямой. Но попробуй пройти через Семский хребет. Можно бы и дальше по руслу Катуни. Она через 74 километра своего бега вверх. Опять встретится с Чуйским трактом. А там Ангудая рядом. Но увы. Дальше только Конская тропа. Даже забор железный поставили, чтобы остановить таких смельчаков, как я. Да и тигр испугался. Свалимся, говорит, в реку. Я плавать не умею. Кто тебя спасать-то будет? Поэтому разворот на 180 градусов на 8-й Чуйский тракт пилим крюк в 240 километров. Обыдно, да? Субтитры делал DimaTorzok У нас тебя тут не хватало, проезжай давай. Сегодня мне позвонил Крис Ри, который сопровождает меня всю дорогу и говорит, да брат, здесь ты с полным правом можешь включить мой трек The Road to Hell. Редактор субтитров А.Семкин Главное за кофром следить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, и иероглифы там какие-то, вон, козлы нарисованы Ну и ладно, я таких сам нарисую Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да, такая дорожка изматывает, конечно, но отдохнем слегка, пару минут. Продолжение следует... Надо закальчивать этими достопримечательностями. Самая достопримечательность, это просто тут ехать. Тут везде, акипет. Отдельно куда-то ходить не надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот он, Ангудай. Сегодня ночуем в юрке. Смотрите продолжение, друзья, и подписывайтесь. До встречи на каналах в ютубе и инстаграме.